Тема второй лекции «Миграция населения. Понятие, явление, причины» по курсу «Миграционные процессы в Казахстане» XIX-XX века. План лекции. Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Первый вопрос. Миграция населения. Понятие и сущность. Второй вопрос. Причины и типы миграции. И третий вопрос. Последствия и особенности современной миграции. Что такое миграция? Дадим определение. Слово «миграция» пришло из латинского языка и в буквальном переводе означает «перемещение». Миграция – это временное или постоянное территориальное перемещение людей, которое совершается с целью обмена знаниями, опытом, трудовыми ресурсами. Первые миграции начали происходить миллион восемьсот тысяч лет назад. Хомо эректус перекочевали на территории Евразии, покинув Африку. Экспансия хомо эректус сменилась распространением хомо сапиенс. Примерно семьдесят тысяч лет назад произошла миграция на Ближний Восток. Южная Азия была заселена пятьдесят тысяч лет назад, Австралия – сорок тысяч лет назад. Миграция в Австралию стала первым переселением на территорию, которая не была знакома ранее. Территории Европы, а также Дальнего Востока приняли хомо сапиенс тридцать тысяч лет назад. Дата заселения Америки до сих пор остается предметом спора ученых. Одна группа ученых утверждает, что миграция произошла тридцать тысяч лет назад. В то время как другая группа придерживается мнения, что это произошло 14 тысяч лет назад. Рассмотрим причины миграции. Каждого мигранта к смене места постоянного пребывания подталкивает различные причины и обстоятельства. К самым распространенным относятся экономические. К ним относят высокий уровень безработицы, общий низкий уровень жизни, несоответствие между уровнем образования работников и уровнем технического развития государства, поиск лучших условий труда и т.д. Экологические причины. Часто к смене местопроживания подталкивает плохое состояние окружающей среды, которое отражается на здоровье населения. К политическим причинам относятся объединение или распад государства, смена правительства, военные и религиозные конфликты, политические проблемы личного характера. Социально-культурные причины – это поводом может служить вступление в брак, объединение с семьей, возвращение на историческую родину или стремление изменить культуру. Рассмотрим виды миграции. Все процессы миграции можно разделить на внешние и внутренние. К внутренней миграции населения относятся переселение народа или населения в пределах одного государства между своими регионами. Разделение часто происходит по типу перемещения из города в село, из города в город, из села в город или из села в село. Внешняя или международная миграция – это смена места жительства людей с пересечением государственных границ. То есть это выезд за пределы своей страны. Она может быть внутриконтинентальной или межконтинентальной. Миграция может быть разделена и по временным признакам. Например, постоянное, сезонное, маятниковое, эпизодическое. Постоянное, то есть безвозвратное, представляет собой смену места жительства или гражданства. Она всегда отвечает двум условиям. Перемещение совершается из одного населенного пункта в другой, и этому сопутствует смена места проживания. Постоянная миграция является источником создания полноценного состава населения государства. Сезонная миграция – это непостоянное перемещение трудоспособного населения на место временной работы или жительства. Это может быть выезд из-за пределы страны, но и, может быть, и сезонные работники внутри страны перемещаются в поисках сезонной работы. Чаще всего сезонных работников нуждаются такие области, как сельское хозяйство, лесозаготовка, рыбодобывающие отрасли. Следующее – маятниковое. Это регулярные поездки. Это может быть ежедневные или еженедельные до места работы, расположенного в населенном пункте, который отличается от места жительства. Наибольшее распространение подобное перемещение приобретают на территориях, близлежащих с крупными городами. Например, крупный мегаполис, а с окраин приезжают работники для работы в крупном мегаполисе. Люди, которые совершают такую миграцию, они закрывают потребность больших городов в трудовых ресурсах, если местное население не в состоянии это сделать. Следующее – эпизодическое. Это туристические, деловые и другие поездки, которые совершаются нерегулярно и по разным направлениям. Далее, по уровню организации, миграции могут быть организованными и могут быть стихийными. Также различают еще следующие виды миграции в современном мире. Это вынужденная. Например, из-за неблагоприятной политической, экологической, экономической обстановки люди покидают свое местное жительство. И нелегальная миграция, когда большое количество мигрантов увеличивает государство без легального разрешения или же законно, но с последующим нелегальным проживанием и трудоустройством. Последние годы число мигрантов в мире увеличилось почти на 49% и составляет почти 600 миллионов человек. На данный момент 3,4% населения Земли являются мигрантами. Большая часть из них проживает на легальных основаниях. 85% своих доходов они вкладывают в экономику той страны, где они работают или проживают. А 15% уходит на денежные переводы на свою родину. 64% всех мигрантов выбирают новым домом именно страну с высоким уровнем дохода. Но большая часть, почти 19%, переселяется в США. Родиной большинства международных мигрантов является Азия, на втором месте Европа, на третьем месте стоит Латинская Америка. 49% мигрантов прибывает из 20 следующих стран с преобладанием эмиграцией. Основные направления миграции. На первое место по направлению миграции стоят Соединенные Штаты Америки. На втором месте Саудовская Аравия, Германия, Российская Федерация, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Канада, Австралия, Испания и так далее. Наиболее открытые для новых жителей страны это Канада. Это Новая Зеландия, Латвия, Австралия, Белиза, Карибские острова. В каждом из этих государств имеются свои особенности, свои какие-то требования к мигрантам, но это наиболее открытые для новых жителей страны. Рассмотрим последствия миграции. Миграции могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. К положительным последствиям относим мы прежде всего это то, что во время перемещения или пребывания мигрантов в другую страну снижается проблема нехватки рабочей силы. Стимулируется создание новых рабочих мест, повышается квалификация местного населения. Почему повышается квалификация местного населения? Это в следствии того, что мигранты часто не претендуют на высококвалифицированные места. Местное население уже привлекается для более лучшего интеллектуального труда. Следующее положительное последствие это обогащение культуры страны. Приезжие население приносит к культуру новые элементы. Следующее уменьшение налоговой нагрузки на бюджет. Вновь прибывшие жители часто не получают социальных пособий, но они платят налоги и другие взносы. И последние последствия это квалифицированные специалисты, которые прибыли из других стран. Они не требуют затрат из бюджета на образование, но они приносят прибыль государству. Но имеются и отрицательные последствия миграции. К минусам миграции относит демпинг на рынке рабочей силы. Вследствие чего снижается заработная плата местного населения. То есть приезжающие мигранты, они конечно требуют меньшую зарплату и выполняют иногда малоквалифицированный труд. А это способствует на рынке труда снижению заработной платы местного населения. Следующее повышенная нагрузка на государственные больницы, школы и дошкольные учреждения. Следующее отрицательное последствие это разрастание незаконных финансовых операций и уголовных преступлений. Местное население чаще отрицательно относится к мигрантам. Но есть на то много причин. Следующее. Нелегальные мигранты не занимаются оплатой налога в пользу местной инфраструктуры. То есть не все могут быть законопослушными и хорошими налогоплательщиками. И следующее отрицательное последствие. Навязывание большими группами мигрантов собственной культуры. То есть очень трудно идет интеграция в обществе того государства, где они проживали. Рассмотрим особенности современного миграционного процесса. К основным особенностям миграционного процесса в 20 веке относится то, что миграция носит глобальный характер. Она хватила почти все континенты. И основная причина миграции, особенно трудовой миграции, это экономические причины. Следующая особенность. Среди мигрантов увеличивается доля квалифицированных специалистов. Происходит не утечка мозгов, а их циркуляция. Наблюдается диверсификация направлений миграции. Но общепризнанным центром притяжения профессионалов является и остается в Соединенных Штатах Америки. Квалифицированные специалисты движутся не только к капиталу, но и вслед за капиталом и одновременно с ним. Возникает международная корпорация, так называемая охотников за головами. В конце 20 века появляется новая особенность. В отличие от миграции 50-70-х годов, когда наблюдался процесс миграции из развивающих стран, все время больше всего процента направлялся именно в развитые страны мира. То есть сейчас трудовая миграция идет из развитых стран, развивающихся страны, то есть наблюдается противоположный процесс. Этому способствует развитие транснациональных компаний, развитие современных технологий производства, которые базируются на принципах международного разделения труда. Следующая особенность интегрируется система высшего образования. Многие студенты мира обучаются в США, в Японии, в Германии, во Франции и не возвращаются на родину. Остаются, находят работу в той стране, где они обучались. Следующая повысилась доля нелегальной рабочей силы, которая представляет проблему глобального мирового масштаба. И следующая еще одна особенность, это то, что страны, которые раньше были митрополиями, в прошлом, становятся ориентированными на импорт трудовой рабочей силы из зависимых от них стран или из бывших стран-колонии. В иммиграционных потоках традиционные страны миграции Канады, США, ЮАР, Австралия преобладают выходцы из Латинской Америки, Азии, Африки, Карибского бассейна. Государство разных стран все активнее принимает участие в иммиграционных процессах, дает разрешение на въезд, контролирует сроки выезда, регулирует сделки на международном рынке рабочей силы, занимается вербовкой и созданием условий для найма работы в других государствах. Таким образом, мы дали определение понятия миграции, определили причины миграции, виды миграции по различным основаниям. Затем мы рассмотрели последствия миграции, как положительные, так и отрицательные, и особенность современной миграции, миграционных процессов современности. Ну и самая главная особенность, конечно, является то, что она уносит глобальный характер. Все человечество сейчас вовлечено в глобализационные процессы, и миграция охватила почти все континенты. И одной из самых главных проблем современных миграционных процессов в мире, это, конечно, усиление нелегальной миграции, которая становится проблемой для всех стран мира. В конце лекции вы должны обратить внимание на вопросы, которые мы задаем для закрепления темы. Эти вопросы нужно разобрать. Первый вопрос. Что такое миграция? Что такое депортация? Вы должны четко различать такие понятия, как миграция, эмиграция, депортация, или можно еще добавить следующий термин, как эпитрадиция. Второй вопрос. Назовите причины миграции населения. Я говорила в лекции, что есть разные причины. Одни из них это экономические, экологические, социально-культурные, политические причины. Вы должны каждую отдельно характеризовать. Третье. Выделите виды миграции, охарактеризуйте их. Как я говорила, уже есть основные два вида, это внешний и внутренний, затем они делятся уже по различным основаниям. Вы должны каждую выделить и охарактеризовать их. Четвертый вопрос. Перечислите отрицательные и положительные последствия миграции. И пятый вопрос. Назовите особенности современных миграционных процессов. Сейчас мы говорим о современных миграционных процессах. То есть это процессы, которые происходили в 20-м и происходят в 21-м веке. Мы говорим об особенностях. Это для того, чтобы затем, когда мы перейдем уже к основному курсу, мы должны уметь различать современные и миграционные процессы, которые происходили в Казахстане в 19-х и в начале 20-го века. Продолжение следует...